Библейский портал экзегет.ру представляет 102-й псалом для библейского портала Экзегет, считаю, перевод российского библейского общества. Один из самых моих любимых носит под заголовок «Псалом Давида». Вот 101-й у нас был про то, как все плохо, но, читая его, мы отмечали, что в этом 101-м все совсем по-другому выглядит, чем в некоторых других псалмах отчаяния и мольбы. Здесь гораздо больше говорится о Боге. Человек говорит, да, что он страдает, что он как филин в пустыне сова среди руин, но не это главное. Главное, что Господь вечен, главное, что из поколения в поколение длятся годы твои, то есть вот он как-то расширяет вдруг это свое видение. И 102-й звучит ответом. 102-й, как будто вот после того, как это моление было произнесено, 101-й, был дан ответ, и вот здесь он уже отвечает с благодарностью на этот ответ. Под заголовок «Псалом Давида» у нас появляются такие псалмы, хотя большинство псалмов Давида, они в первых двух книгах псалтири, а вот здесь псалом Давида неожиданно, вот здесь Давид даже как-то не очень к месту, да, вот нет каких-то его подробностей биографии, нет событий из его жизни, но может быть просто жизнь Давида такой образец, на который псалмопевец смотрит всегда. И если этот псалом не сочинил сам Давид, то псалмопевец, по крайней мере, вкладывал его в уста Давида. «Благослови, душа моя Господа, благослови мое сердце, имя святое его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний его. Прощает он все грехи твои, исцеляет все недуги твои, спасает от гибели жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает тебя дарами своими, и ты вновь молода, как орлица. Правосудие, вершит Господь, заступается за всех угнетенных. Он явил Моисею свои пути, сынам Израиля свои чудеса. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив, милосерден. Ни навеки ярость его, ни навсегда гнев его, ни по нашим грехам поступает он, ни сполна за них воздает. Как высоко простерто небо над землей, так великамилость его к боящимся его. Как далек от востока запад, так удалил он от нас грехи наши. Как любит отец своих сыновей, так любит Господь боящихся его. Он знает, из чего сделано мы, помнит, что мы только пыль. Человек и жизнь его, что трава, как цветок полевой он отсветет, дунет ветер и нет его, будто никогда здесь и не было. От начала и до конца времен, милостив Господь к боящимся его, добром платят детям и внукам тех, кто соблюдает договор с ним, помнит и исполняет законы его. «Господь на небе воздвиг свой престол, над всем миром царствует он. Благословите, Господа, ангела его, могучие, исполняющие слова его, послушные голосу его. Благословите, Господа, все воинства его, слуги, исполняющие воли его. Благословите, Господа, все творения, всюду царствуй его. Благослови, душа моя, Господа». «Благослови, душа моя, Господа» — слова, которые обрамляют этот псалом, и даже неловко спрашивать, за что. Вот много псалмов, где говорится, за что благодарить Господа. Благословить, прославлять за то, что было столько всего сделано. А здесь даже не сказано конкретно, что. Такие общие слова, не забывая всех благодеяний Его, прощает все грехи Твои, исцеляет все недуги Твои, спасает от гибели жизнь Твою, венчает Тебя милостивящей дротами, насыщает Тебя дарами Своими, и Ты вновь молода, как орлица. Даже странно, что значит, молода, как орлица. Орлица, что ли, становится вечно юными, какое-то предание. Или просто вот полет орла, это такой образ юности, парящий, свободный, могучий, сильный. То есть, может быть, не обновляется юность, а вот эта молодость подобна полету орла. Когда уже молодость прошла, и вдруг ощущаешь себя, как будто тебе снова 20 лет, да, такое удивительное чувство. И не сказано где, что, как. Вот просто Он такой, это Его свойства. И дальше уже не о тебе лично. Правосудие вершит Господь заступается за всех угнетенных. И Он явил Моисею свои пути, сынам Израиля, свои чудеса. Это уже произраильский народ, в котором действует Господь. Множество Его качеств. Причем, какие выделены, прежде всего, щедр и милостив, долготерпелив, милосерден. Его готовность прощать, Его готовность ждать, Его готовность помогать человеку. Не по грехам нашим поступает, Он не сполна за них воздает. Как далек от Востока Запад, так удалил Он от нас грехи наши. Да, и вот Он прощает, Он делает так, что человек уже, даже не только один человек, но целый народ не ощущает своей греховности, отделенности от Бога, а наоборот, отделен от грехов. Как любит Отец своих сыновей, так любит Господь, боящихся его. Вот как все прекрасно. И смотрите, в прошлом псалме речь шла о том, что человек на грани смерти. Да и это знает Господь, помнит, что человек и жизнь его, что трава, дунет ветер и нет его. И вместе с тем, от начала и до конца времен, милостив Господь к боящимся его. Вот смотрите, в этой молитве псалмопеевец прославляет Бога, и мы даже не знаем, хорошо ему или плохо. Как правило, мы это везде в псалтире знаем. Либо он просит о помощи, иногда очень громко, отчаянно, настойчиво, либо он благодарит за помощь. А здесь он не говорит. И смотрите, вот, мне кажется, это псалом про то, что я не очень важен, важен Бог. Со мной бывает хорошо, бывает плохо. Ну, всякое бывает. Бывает день, ночь, лето, зима из этой же серии. А важно, что моя жизнь имеет смысл, она имеет ценность для него. Он принимает в ней участие. И вот это удивительно. И очень часто, глядя на прошедшие отрезки жизни, мы начинаем видеть действительно его действия. Мы начинаем видеть какой-то смысл в том, что казалось нам часто бессмысленным страданием, отчаянием, мраком каким-то. И вдруг мы понимаем, что это было не зря, что это было каким-то, ну, слово испытанием очень затаскано, да. Но это было каким-то уроком, это было какой-то закалкой, это было чем-то таким, что вот, ну, не зря прошло. И мы начинаем видеть, что он в этом был с нами. И вот псалом, который просто размышляет о том, как это устроено. И когда человек это понимает, он начинает ангелом командовать. Благословите Господа, ангелы его, могучие, исполняющие слова, его послушные голосы, его. Благословите Господа, все воинства его, слуги, исполняющие волю его, видимо, те же, кто и ангелы. Благословите Господа, все творения, всюду царство его, благословит душа моя Господа. И душа становится венцом этого творения, да. Что есть в этом мире прекраснее моей души, лично для меня? Только Бог. Все остальное, включая ангелы, все творения, они, ну, они мне ценылись в той мире, в которой они мою душу радуют, помогают ей, возвышают ее, да? Что мне толку в этом всем, если душа моя к этому равнодушна, если это никак на нее не влияет? Моя душа самая ценная. И вот здесь он говорит, ангелы воинствуют, все творения, все его царство и превыше всего моя душа, как что-то такое, что я точно могу ему принести. Все остальное, оно и так своими какими-то путями к нему приходит или не приходит. Но вот моя душа — это то, что я ему приношу. И к концу этого псалма даже не очень понятно, вообще хорошо ему, плохо, он просит о помощи, благодарит за оказанную помощь, или это просто такое размышление, знаете, ясным вечером вышел псалмопевец из дому, посмотрел на закат прекрасный, увидел ночное небо и произнес вот эти стихи великолепные, да? И это просто вот его размышления о Боге. Уже не важно, потому что от крика боли, который где-то есть, от вопля отчаяния или вот благодарственного такого словословия, он переходит просто к размышлению о том, что вот Бог и вот я, и как это здорово, что мы вместе. И он называет это такими самыми яркими словами, беседуя со своей душой и одновременно беседуя с Богом. Но здесь о Боге сказано лишь в самых общих чертах, а следующий, 103, конкретизирует немножко это знание. А какой он Бог, что он делает? Субтитры создавал DimaTorzok